всем привет продолжаем путешествовать по книге великий музей мира мозаика с изображением попугая начало середины 2 века до нашей эры тессеры римский набор 170 на 303 представленная мозаика досталась музея в довольно плачевном состоянии 1955 году немецкие реставраторы предложили максимум усилий для тщательного создания этого фантастического по своей красоте и поликромии произведения количество тонов и виртуозность моделировки поражает воображение творцы использовали красные зеленые голубые белые серые и черные мозаичные камешки римская мозаика одна из двух классических типов этого искусства ее делают из камешков часто расколотых на кусочки тессеры римские мозаикисты были мастерами своего дела они практиковали выкладку из тессера размером менее четырех миллиметров с такой ювелирной техникой создатели могли варьировать цветовые переходы создавая тончайшие оттенки оригинальной мозаики присутствовали еще гирлянды и театральные маски и фрагменты тоже хранятся в музее искусство древних римлян недаром называют классическим красота этого произведения понятно без слов не требуется не знание реалий того времени и знакомство со особой культурной или религиозной символикой чтобы увидеть изнутренное мастерство в изображении птицы основой для всей европейской художественной культуры стал именно интерес к запечатлеванию предметов которые человек видит вокруг себя со времен античности мозаичисты не только исполняли сюжеты на мифологические темы но и интересовались обыдными сценками и привычными образами это красота оперения попугая нежная фактура зелени свечение сущных плодов струящиеся богатство драпировок прекрасной женщины ну вот такое описание я нашел в книге великие музеи мира мозаика с изображением попугая пока пока до свидания а